Привет всем рукодельницам! Добро пожаловать на YouTube канал Рукотворная Ру. С вами я, Анастасия. И сегодня в этом видео мы разберем, как связать способом интарсии вот такое сердце. Сердце это символ Дня Святого Валентина. Кто бы как к этому празднику не относился, но я решила сделать это видео максимально полезным и говорить здесь не только о каких-то чувствах, о каких-то отмечаниях, но и разобрать этот замечательный способ интарсии. Если вам эта тема интересна, то продолжайте смотреть. Надеюсь, видео будет вам полезно. Всполнение этого узора я набрала на спицы 29 петель. Это вместе с кромочными. И сейчас мне еще понадобится, кроме зеленой пряжи, пряжа красная. Я здесь постепенно начну вязать сам узор, который вам и покажу. И так, от самого края я провязала 14 петель, включая кромочную. И сейчас идет смена цвета, но всего лишь провязывание одной петли. У меня это красный цвет. Нити с изнаночной стороны я как бы заправляю под основное полотно пока. И довязываю ряд все той же зеленой пряжей. Второй ряд изнаночный. Я уже довязала до вот этой средней петли, которая вяжется другим цветом. Здесь я нить откладываю. И получается так, что я их перекрещиваю. Вот в этом и есть смысл интарсии. То есть перекрестить нити. Здесь у меня уже будет 3 петли красным цветом. Нити нужно аккуратно подтягивать. И аккуратно провязывать. Здесь я провязываю 3 петли. Это вот хвостик начальной красной нити. И опять же я их перекрещиваю. И провязываю оставшуюся часть ряда зеленой пряжей. Следующий ряд лицевой. Я довязала уже до начала вывязывания следующих красных петель. Опять же перекрещиваю нити. Это вот так выглядит. Провязываю уже получается в ряд 5 лицевых петель. Красной нитью. И снова меняю нить на зеленую. И перекрещиваю их. Нужно следить тут за натяжением обязательно, чтобы не было перетянутости на этом этапе. И остальную часть ряда я вяжу зеленой пряжей. Итак, здесь снова изнаночный ряд. Перекрещиваются петли. Уже получается, что я вяжу 7 петель красной нитью. То есть основной узор увеличивается. Ну, а здесь уже протяжка будет просто гигантской в 7 петель. Поэтому как раз вот здесь начинается сам принцип интарсии. Здесь я беру нить уже от другого клубка такого же цвета. И ввожу ее в работу. Таким образом я и вяжу до окончания ряда. Да, теперь, если обратить внимание на нити, это уже 3 нити рабочие, которыми я и вяжу. Красная часть полотна продолжает увеличиваться. Для этого, опять же, перекрещиваю нити. И уже провязываю еще одну лишнюю красную петлю в этом узоре. Теперь их уже 9. То есть, получается, каждый фрагмент разного цвета вяжется из своего клубка. Здесь один клубок, здесь следующий клубок и третий клубок на этом участке. Опять же, нужно обязательно перекрестить нити. И продолжаем вязать. В итоге, на первом этапе, получается такое полотно. Здесь равномерные такие прибавления красного полотна проходят. А с изнаночной стороны, здесь вот такие перекручивания нити, перекрещивания. А если бы это были протяжки, вот это для примера, конечно, я оставила через 5 петель, то через все полотно протягивать нити довольно сложно. И полотно будет неэластичное, нехорошо. Так я не советую делать. Поэтому в этих случаях интарсия незаменима. Здесь уже я перехожу к самому объемному элементу, который вяжется красной пряжей. Это уже у нас здесь 17 петель. Как я уже говорила, все схемы узоров полужаккардовые, такие для интарсии, я размещу в ссылке под видео. Если кто-то захочет связать подобное, пожалуйста. Вот. А здесь я все так же вяжу от трех клубков. Главная сложность, которая здесь есть, это то, что нити, конечно, будут путаться, и нужно их каждые 2-3 ряда распутывать, потому что иначе будет уже очень сложно вязать. Так как нити перекрещиваются, поэтому они перекручиваются еще к тому же. Вот здесь опять же нужно взять нужную нить и перекрестить ее с красной. И до окончания ряда снова я вяжу зеленый пряж. Итак, количество нитей увеличивается. Появляется большая такая запутанность. Но все равно все выглядит аккуратно. Интарсии это замечательный способ вязания таких больших фрагментов именно из цветных нитей. Здесь у меня фактически уже 4 нити задействованы. У меня не было отдельного клубка, и мне пришлось из середины еще одного клубка вытащить нить, чтобы провязать вот этот вот фрагмент в середине. Тут уже появляется очертание сердечка. Вот уже что-то видно. И я также все продолжаю вязать по схеме. Сейчас, когда я довяжу окончательный вариант, я его покажу. Итак, я связала способом интарсия вот такое сердце. Основная сложность здесь в том, конечно, что путаются нити. Здесь было 4 нити. Можно даже и увеличить количество. По изнаночной стороне тоже все выглядит хорошо. Здесь при перекрещивании нитей образуются вот такие микропротяжки, но они идут по краю полотна, где идет смена цвета. Здесь у меня дополнительного красного клубка не было, красных нитей. Поэтому мне пришлось здесь делать вот такую протяжку. Но, в принципе, 4-5 петель можно допустить протягивать нити. Вот у меня здесь тоже есть такой фрагмент. Но, в целом, очень аккуратно выглядит. Нет никакой перетянутости. И при вязании именно каких-то фрагментов из больших элементов другого цвета этот вариант, я считаю, самым лучшим. Я уже много чего пробовала. Провязывать петли вместе, протягивая из одной петли два цвета. Есть различные способы. Но вот этот для меня оказался самым лучшим. Если вы знаете еще какой-то способ, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я тоже посмотрю его, разберу. Может быть, он мне пригодится. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Я всем желаю удачи и побольше вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok